Здравствуйте, дорогие друзья и все интересующиеся миром криптовалюты. Сегодня у нас не просто очередная пятница, сегодня у нас последняя пятница 23 года для суеверных людей крайняя, поэтому надо сделать все активности, которые вы еще не успели сделать, буквально остаются считанные дни, считанные часы до наступления нового года, я думаю 31 вечером никто этим заниматься не будет, поэтому докрутите все свои аккаунты, сделайте все активности, которые планировали. Ну а я, как всегда, по пятницам собрал вам подборку самых лучших активностей за эту неделю, что актуально прямо сейчас, что можно сделать в расчете на дробь в будущем, давайте не будем задерживаться и сразу начнем. Для меня лично большой новостью этой недели стала активность на Старкнете, потому что, как вы помните, они вроде как анонсировали дроп, потом вроде как не анонсировали, потом сказали, что это утечка информации и люди вроде как бросили вообще его делать, потому что там была такая фраза в их твите, что никакие ваши действия в дальнейшем уже не смогут повлиять на получение вами дропа. Многие подумали, что это снапшот. Снапшот это или нет, на самом деле непонятно, потому что точных данных нет. И на самом деле куча еще активности появилась вот в последнее время, которую я вижу. Ну, наверное, все-таки ребята поняли, что сделали глупость, потому что оттуда просто ушел ТВЛ, все перестали активничать. Но есть там нюансы, сейчас я про них расскажу. И вот они опять продолжают квесты. Значит, первый квест у нас это Ранго. Здесь нужно ответить на квиз и сделать трейд больше, чем на 25 долларов в паре эфир-USDC. Спасибо. Ответы на этот квиз у меня в Телеграм-канале. Вообще все ссылки, которые я здесь вам показываю, все сайты, все это будет в посте в моем Телеграм-канале, потому что в Ютубе не могу это все выкладывать. Он ругается на большое количество ссылок и блокирует иногда мои видео. Поэтому ссылка на мой Телеграм-канал под роликом, а уже там будут все ссылки, все ответы на квизы и так далее в одном собранном посте. Итак, вот есть вот этот вот квест от Старкнета, да, от протокола Ранго. Дальше у нас на Старкнете появился вот такой протокол. Он у нас больше себя позиционирует как в будущем лаунчпад проектов на Старкнете. То есть на Старкнете тоже будет лаунчпад, будут выходить какие-то проекты и так далее. Сейчас вы уже можете здесь зарабатывать вот такие коробки. Для того, чтобы их заработать, нужно или предоставлять ликвидность, или делать свапы. То есть, ну, обычно такой как будто DeFi протокол, да, за них вы получаете очки. Чем больше очков вы набираете, тем, соответственно, у вас более там классная коробка вам выпадет. И в дальнейшем, возможно, это будет или дроп, я не знаю, или это может быть какая-то NFT, которая вам будет давать доступ на какие-то хорошие лаунчпады, которые будут на Старкнете. Как мы видим, щитки на Старкнете сейчас, ну, себя неплохо показали, правда, не все. Вот, поэтому, ну, возможно, и на лаунчпадах будут выходить какие-то интересные проекты. А также ребята из Старкнета выкатили такую информацию, что у них в сети есть один единорог. То есть, а что такое единорог? То есть, это компания, которая должна стоить миллиард долларов. Ну, это если правильно понимать, да, в таком каноническом смысле этого слова, то это вот единорог. Что они имели в виду под этим? Может быть, просто имели в виду, что, ну, в действительности хорошая какая-то будет, какой-то хороший протокол, который там взорвет рынок. Ну, не обязательно, что это будет миллиард, хотя, может быть, и миллиард. Я лично сделал ставку на два проекта. Честно скажу, то есть, в принципе, можно сказать, что пальцем в небо, потому что угадать, какой из них там взорвет рынок, неизвестно. Первый протокол – это у нас НОСТРА, это лендинг-маркет. Здесь есть система поинтов. Соответственно, чтобы ее зарабатывать, нужно внести в лендинг какие-то токены, да, там USDC, USDT, DAI или ETH или обернутый биткоин. И потом за это вот здесь у вас будут начисляться токены вот в этом разделе поинтов. Единственное, если вы делаете это из России, то у вас не всегда будут отображаться поинты, то есть, в залоге будет что-то лежать, а будут показываться нули. Нужно использовать VPN, и тогда у вас появятся поинты. То есть, некоторые провайдеры почему-то блокируют не сам сайт, а вот именно передачу информации о поинтах. Не знаю, с чем это связано. И второй протокол, который я для себя выбрал – это Yitkuba. Почему мне кажется, что он еще интересен? Во-первых, у него сейчас самый большой ТВЛ, в принципе, в сети StarkNet, ну, по крайней мере, на тот момент, когда я смотрел. Во-вторых, у него есть всякие интересные фишки, там вот выбор комиссии, выбор, там можно создавать пулы и так далее. Вот я создал пул USDT, USDC, да, то есть два стейблкоина, потому что сейчас, в принципе, из рынка я хотел немножко выйти, да, то есть не полностью, но создать немножко себе такую подушку стейблкоинов на случай просадки. Ну, и пока эти стейблкоины лежат, просто ждут падения рынка, которого может, конечно, и не случиться, я решил пофармить вот эти токены, если интересно, ссылку на этот пул я тоже оставлю, заходите, ну, забрасывайте в этот пул, здесь тоже неплохой фарм, ну, вот эффективность капитала, вот он такую пишет. То есть вот два проекта – Nostra и Yitkuba – это те, на которые я сделал проект, что, возможно, это именно они единороги, именно от них мы будем ожидать какой-то хороший дроп, и не только как от самого StarkNet, но и от этих протоколов. И последнее, что у нас есть в StarkNet, это Reno Finance, это мост, если вы делали мосты на нем с помощью кошелька Argent, то, соответственно, можно заклеймить вот эту NFT-шку. Опять же, ссылка в моем Телеграме. Также не забывайте, что Reno Finance, он, в принципе, у нас тоже словил вот этот хайп NFT-шек различных, и выкатил вот на своем сайте, тут есть и в сети Zika Sync Era, и в Linea, и в Scroll'е, и в Polygon Zika EVM. Вы можете посмотреть и заметить различные NFT-шки, в зависимости от того, насколько у вас хорошая там активность была в этих сетях. Сами по себе эти NFT-шки, я, если честно, не думаю, что будут что-то значить, да. Вообще, вот все активности, которые я показываю, это не значит, что их все надо обязательно делать, и что все это обязательно топ. Многие вещи как бы абсолютно проходны. Я вам как бы в таком более новостном формате рассказываю. Вот это есть, вот есть такая компания. Делать ее или не делать, смотрите уже сами, потому что, ну, крипта – это непредсказуемый рынок. Здесь может какой-то неожиданный протокол раздать там кучу денег, да, и все потом фомят на эту тему, что вот как же так, я не зашел. А какой-нибудь, ну, интересный, классный протокол, например, Layer Zero, да, все ожидали, что Layer Zero уж точно выйдет раздав. Видите, от Layer Zero пока, ну, пока ничего нет. А какой-то JIT, о котором никто не слышал, раздал там по 10 тысяч долларов. Ну, так да, вот есть такое дело. Поэтому я вот от этих NFT-шек ничего не ожидаю, но нужна, допустим, вот мне в этом месяце активность City Scroll. Ну, потому что раз в месяц в City Scroll я там считаю, нужно сделать какую-то активность. Ну, почему бы не сменить вот эту NFT-шку? Это и активность, это и NFT-шка от вот этого моста, может быть, и там что-то потом насыпят от него. Также интересное вот направление – это различные розыгрыши на биржах, потому что, ну, биржи, они тоже конкурируют между собой, им нужно привлекать внимание. Вот одна из бирж, про которую я уже много раз говорил, вы, наверное, заметили, это BingX. BingX, она постоянно выкатывает какие-то интересные розыгрыши, там была возможность покупки USDT со скидкой в 10%, были еще дополнительные розыгрыши для новичков. Сейчас они вот запустили такое вот колесо, да, где можно, выполнив небольшие задания, крутить это колесо, и оно, типа, ну, обязательно что-то выиграете. Здесь, конечно, есть и странные всякие токены, типа вот за токен STATS или электрон, но тут условно можно выиграть и один эфир или один атом. При этом вы деньги свои не теряете, просто вы заводите их на биржу, вот делаете там первую сделку спотовую на 200 долларов, то есть вы покупаете, допустим, эфир за USDT или обратно, все, вот у вас уже сделка. То есть вы не теряете эти токены, просто там платите какую-то комиссию, а если вы зарегистрируетесь по моему реферальному коду, то 20% от комиссий за FUT и SPOT вам будут возвращаться. Эта акция действует только до 1 января. С 1 января уже скидка будет 10%. Ну или, допустим, вот вам нужны тут FUT, да, 3000. Кажется, это большая цифра. Опять же, не забывайте, что FUT это у нас с плечом. То есть вы можете открыть сделку там, взять 200-300 долларов с 10-м плечом, открыть, сразу ее закрыть, и у вас появится опять же возможность там покрутить это колесо. В принципе, ну, сколько мы тратим денег на газ в различных сетях, чтобы там что-то добиться, еще не факт, что там что-то выпадет. А здесь уже точно вы, ну, какие-то токены получите, да, они все равно что-то стоят. Ну, может быть, это и смарт-идея. Вообще, напишите в комментариях, интересно ли вам будет, если я буду рассказывать именно про различные движухи на биржах, потому что там они обычно приносят копейки, но зато они приносят точно, да. То есть можно, если у вас депозиты, допустим, 100-200 долларов, ну, в Старкнете вы могли крутить год и просто весь уже сжечь, а на биржах, ну, потихоньку-потихоньку за 30, 20, 40 там долларов можно его просто удвоить в течение месяца. Что у нас еще? BNB – это у нас блокчейн от биржи Binance. Новогодний у них тоже розыгрыш. Пул – 450 тысяч долларов. Здесь нужно обязательно иметь вот этот вот токен. Их не как он называется, БАП, да, по-моему. Да, токен БАП – это получается, ну, что-то типа паспорта, который вам выдается после верификации на бирже Binance. И, соответственно, есть определенные проблемы. Если у вас российское гражданство, то Binance, как бы, говорит, выводите все свои средства до Нового года, потому что, скорее всего, с россиянами они работать не будут. Поэтому тут я бы как бы подостерегся это делать, если у вас именно российское гражданство. В другом случае, ну, поучаствовать можно. Здесь в основном мосты, свапы и призовой фонд в 450 тысяч долларов, я думаю, вполне себе интересны. Плюс это, опять же, активность сети OPBND, которая, ну, тоже, возможно, в будущем раздаст нам какой-то дроп. Вот, значит, это у нас протокол КРИД. В чем его интерес? Это у нас АПТОС. Но это не сам по себе протокол, он просто считает ваши различные активности в сети. То есть, вот, допустим, чтобы набить вот здесь поинты, вам нужно сделать свапы в таких протоколах, как LiquidSwap, PancakeSwap, AlieMarket, TALO. Вот, то есть, ну, здесь написано, да, или вам нужно держать NFT вот эти вот. То есть, в принципе, вы набиваете какую-то активность в сети АПТОС, если вот, ну, это для тех, кто верит во второй дроп от АПТОСа. Я так лично считаю, потому что, ну, просто так набивать вот эти очки, я не вижу смысла, потому что сам по себе вот этот протокол, ну, лично мне он не очень нравится, потому что я открыл, да, Twitter скоро этого проекта, он как бы ноль. Могут они что-то раздать? Да, наверное, могут, но я бы сильно на это не рассчитывал, что там будет хороший дроп, хотя, опять же, ну, в крипте все бывает, да. Поэтому, ну, если вы уже делаете активности под второй дроп на АПТОСе, то почему бы, собственно, ну, здесь тоже не набить очков и, ну, не заклеймить потом их, если там будет какой-то дроп. То есть, ну, опять же, вот эта вот поинтовая система, как везде. Ну, и АПТОС, в принципе, я думаю, сейчас очень так это зависливо смотрит на то, что сделала Солана, ну, как она выстрелила, почему бы АПТОСу так не выстрелить, да, я думаю, что там команда тоже этого хочет. Получится у них? Будет ли это? Не знаю. Никто не знает. Но вот такой протокол есть. Смотрите, ну, ради самого этого протокола, я говорю, опять же, смысла делать ничего нет, потому что, ну, это вот страшно смотрится. Хотя на них подписан кошелек Понтем, да. Это один из главных экосистемных кошельков в АПТОСе, но в целом так себе. Но зато, в принципе, любая активность, которую вы будете делать, она, в принципе, в АПТОСе у вас засчитывается. Также на АПТОСе у нас вышел протокол Econia. Это для трейдеров. Если вы занимаетесь трейдингом, то вам, возможно, это будет интересно. Возможно, вы уже и без меня это все знаете. Вот. Но есть возможность просто за социальной активностью заклеймить их памятную NFT. То есть тут ничего торговать не надо делать, не надо. То есть ретвит, роль в Дискорде, ну и все. Соответственно, Твиттер и Дискорд. Вот. И из-за этого вы уже получаете памятную NFT. И таким образом тоже у себя увеличиваете активность на экосистеме АПТОСа. New Paradigm от Manta. Интересная, конечно, штука. Вот. Но я лично полностью ее скипнул. Здесь, кстати, чтобы участвовать, нужен обязательно реферальный код. Там как раз не мой реферальный код. Я его в интернете нашел. Вот. Потому что я сам в этом не участвую. Здесь нужно что сделать? Вы должны по реферальному коду этому зайти, зарегистрироваться и внести туда 0.25 эфира. За это вам будут выпадать различные коробки. Вы их можете открывать. Потом там из шести, по-моему, коробок надо собрать одну единую какую-то NFT, которая будет более рарная. И за это они обещают тоже какой-то хороший дроп. Уже прямо чуть ли не в первом квартале 2024 года. Но я так прикинул, что мне есть куда занести 0.25 эфира. Это по нынешнему курсу не слабая цифра. Это, если я не ошибаюсь, у нас примерно... С математикой так у меня не очень. Ну, примерно это уже где-то 600 долларов, да? Вот мне 600 долларов есть куда положить. Хотя, ну, возможно, вот это будет самый смарт-мут, который я вот пропущу, и потом у меня будет дикая фома по этому поводу. Смотрите, то есть рассказать я про это обязан. Опять же, Манта, Целестия, все, все самые красивые слова. Я так понимаю, что они копируют немножечко бласт этим, да? То есть вообще вот этот нарратив именно не просто там накрути транзакции, накрути количество дней и так далее, а именно принеси нам свои деньги, положи. И за это уже ты получишь какой-то дроп. Он, в принципе, ну, вообще очень сильно развивается сейчас. И я думаю, что будет определенным трендом в будущем. Потому что, ну, тут, понятно, и для проекта ценность, которую вы приносите. Не просто накрутил 100 транзакций, а принес реально ликвидность в этот блокчейн. Ну, возможно, вот здесь что-то и будет. То есть, ну, смотрите, если интересно, заходите. Я просто саму Манту не делал, и поэтому я это скипаю. Хотя, ну, почему нет, в принципе, звучит неплохо. Мост Олто тоже выкатил у нас программу ревардов. То есть, ну, поинты, все, как мы любим, все, как всегда. Точнее, то, что мы уже ненавидим, да? Здесь все просто. Перебрасываете через него токены из одной сети в другую и набиваете реварды. За это попадаете, соответственно, в какие-то там тиры. Чем больше вы делаете транзакций в течение 7 дней, тем у вас коэффициент повышается. Там, по-моему, 10, 50, еще там сколько-то. Ну, сейчас посмотрим. И у вас за одну транзакцию уже будет больше набиваться очков. Полное вот расписание вот здесь, да, вот. То есть, ну, одна, две транзакции. Это вот буст один, больше десяти уже один и один, ну, и так далее. То есть, я вот ссылочки, опять же, оставлю. Посмотрите, почитайте. Если интересно. Ну, вдруг вы пользуетесь этим мостом, или вам нужен, в принципе, мост, почему бы не погонять? Поэтому, чтобы заодно еще набить себе и поинтов. Также мост Arbiter Finance у нас выкатил вот этот вот Layer 2-20. Какая-то, ну, такая штука не очень мне понятная. Честно, механика ее работы. Но смысл в чем? Здесь можно выбрать сеть, в которой вы получите вот эту NFT-шку. Мятный, да? Сейчас я обратно переведу на английский. Это достаточно странно звучит. Минт. Выбираете себе сеть, в которой вы хотите получить NFT. Минтите ее, платите, соответственно, за газ. И за каждую эту NFT вы получаете 5 O-поинтов именно в Arbitrum. Ну, блин, в Arbitrum. В Arbitrum. В Arbitrum. Вот. То есть, вот в этом мосту. То есть, когда мы там делали вот эти, помните, активности, они давали за Linear, потом за ZK Fair. И вот теперь такую штуку они выкатили. Если вы набиваете именно баллы в этом мосту, то можно вот здесь еще их подделать. Я, опять же, ее для себя скипнул, потому что, ну, мне что-то кажется, что 5 баллов за вот это вот. Когда у нас за один мост в Linear удавалось там 25, да? Ну, что-то дороговато как-то. Хотя, ну, может быть, Arbitrum, действительно, вот за это и вознаградит. А ZK Link у нас лишил старую добрую компанию на Galaxy. Кстати, обратите внимание, что если раньше мы с вами разговаривали про какие-то активности, это в основном был там или Layer 3, или это был Galaxy, то теперь этих, ну, этих агрегаторов активности, их все меньше и меньше в моем обзоре, потому что там, ну, действительно, все меньше и меньше чего-то интересного выходит. То есть все протоколы немножко перестраиваются и делают, ну, что-то совершенно другое, потому что, ну, Galaxy вот реально всем надоел уже, да? Но вот ZK Link, старый добрый Galaxy, то есть тут что у нас? Ну, Twitter и нужно сделать депозит через вот этот Nexus в сеть ZK Sync. И второе, что они сделали, это тоже, в принципе, самое, только теперь сеть Scroll. Вот здесь можно тоже памятные NFT поделать. Кто ковыряет таби, соответственно, для таби тоже есть у нас новогодняя штука, да, такая Christmas. Здесь, опять же, ничего не надо, кроме у нас социальных активностей. Только, не знаю, вот эту вот роль ее просто так дают за верификацию или там что-то нужно сделать в Discord. Не проходил, потому что таби сам не делаю. Просто вам рассказываю, что если таби делаете, вот такая активность под Новый год, можно обязательно ее пройти. Проект NF Prompt. Интересный проект в том смысле, что он помогает делать различные картинки с помощью искусственного интеллекта. Вот, допустим, вам нужно там 10 Discord сделать, везде нужна аватарка. Ну, блин, замучаешься искать какие-то картинки, там просто вбиваешь словами, что ты хочешь, чтобы было, и он тебе кучу вариантов дает, там, какой-нибудь CryptoGuard, я не знаю, там, CryptoWarrior и так далее. И он тебе рисует эти картинки, ты себе ставишь их на аватарке и так далее. Ну, или плюс, допустим, вам нужно где-нибудь, не знаю, сделать какую-то активность тоже, нарисовать картинку для какого-нибудь проекта, чтобы получить баллы. Тоже заходите сюда, он там дает определенное количество бесплатных этих NFT-шек, ну, по крайней мере, раньше давал. И вот сейчас он объявил о дропе своем. Вам, соответственно, если пользовались им, а я рассказывал об этом протоколе еще летом, вот, я им пользовался, ну, просто вот для таких чисто технических вещей, абсолютно бесплатных, мне там, ну, копеечный дроп, но насыпали, поэтому проверяйте, может быть, и у вас что-то есть. Арбитр. Здесь у нас голосование, не забудьте, как всегда, прийти проголосовать, ну, проявить активность в сети, потому что тоже второй, третий, там, десятый дроп от арбитра, ну, в принципе, не исключен, оптимизм, ну, так и раздавал, да, там, уже у них там прошло то ли три, то ли четыре волны этих дропов. Если же держали вы доменное имя вот на этом протоколе, да, то, соответственно, сейчас есть возможность проверить, насколько вы попадаете под критерий дропа, и заклэмить его, соответственно, вот через четыре часа и, вот, четыре дня и девять часов, ну, вы увидите это видео чуть-чуть попозже, пока его там смонтируют, выложат на YouTube, ну, соответственно, время еще есть. Это у нас доменные имена, вот они бывают вот в этих сетях, если в одном из этих сетей у вас что-то было, то, скорее всего, вы под дроп подходите. И последнее на сегодня, но не последнее по смыслу, это кошелек Ontem, о котором я уже сегодня говорил, в ключе Аптоса, соответственно, это один из инфраструктурных таких главных кошельков на системе Аптос. Мне, кстати, он очень нравится, у него классный дизайн, хорошо он выглядит, не знаю, сильно там по функционалу, конечно, они не отличаются, везде все кошельки одинаковые, но он выглядит неплохо. А здесь они тоже выкатили предновогоднюю активность. И активность, кстати, ну, тоже для лоу-банков как раз удобная, в том смысле, что здесь, опять же, только Twitter, Twitter, что у нас тут еще есть, посетить веб-сайт, ну, то есть просто обычные социальные активности, и можно попасть сюда, но здесь розыгрыш у нас не деньги конкретные, не токены, здесь выдадут памятную NFT. Будет ли она считаться каким-то критерием для какого-то дропа или же нет, не знаю, но активность вот такая есть, я вам про нее рассказал. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Если оно вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я продолжу делать новые видео. До новых встреч! До новых встреч!